Галина, добрый день. Здравствуйте, Роман Викторович. Галина, скажи, а что тебе привело в сетевой бизнес? Ну, вы знаете, когда я вошла в бизнес в компанию Life is Good, я даже и не понимала, что это сетевая компания. То есть я не сетевик, я никогда не занималась сетевым бизнесом. Я, ну, наверное, наемный работник. Я работала риэлтором порядка 8 лет до этого. У меня юридическое образование, гражданская специализация. Риэлтором я проработала, ну, начиная со студенческих, еще лет со второго курса института. Работала в органах опеки уже после получения диплома в доме ребенка. То есть, ну, как-то так. И вы знаете, наверное, когда я, ну, допустим, вот 2006, 2007, 2008 года, да, то есть риэлторы очень хорошо зарабатывали. Я всегда зарабатывала хорошие деньги. И для меня, ну, какой-то определенный уровень жизни – это уже норма была. А, наверное, 10-й, 9-й года, то есть уже эта ниша, ну, на мой взгляд, себя как бы стала изживать. Я стала подыскивать себе что-то, чем можно заниматься. Но работа риэлтора – это такая работа, когда ты, ты вольный работник, да, то есть ты хочешь – показываешь квартиры, хочешь – продаешь. То есть никакого ни плана, ничего. И я к этому привыкла. То есть я не могу работать там с утра до вечера по сценарию, как, наверное, большинство наемных работников. И в этом плане я стала просто присматриваться, ходить на различные мастер-классы, семинары, искать что-то для себя. И однажды попала на презентацию компании Life is Good в городе Иркутске к Александру Анатольевичу Гаврилову. Это мой руководитель. И вы знаете, моё первое впечатление было, когда мы с подругой пришли, послушали, я так… Ну, наверное, мы когда вышли, я говорю, слушай, ну, так мужик врет. То есть это вот было моё такое первое впечатление, потому что он так красиво рассказывал, что в компании есть всё. И деньги есть, и жильё есть, и пойдёмте с нами, и будет вам счастье. То есть примерно вот такая у него была презентация. Но он это всё нёс, наверное, часа три. Я так устала и думаю, ну, так не бывает, чтобы всё было в одной компании. А я совсем недавно в Иркутске, я из очень маленького города, население практически там 60-70 тысяч жителей, это Иркутская область. И вы знаете, когда я приехала, только новый город, знакомых у меня практически не было. Александра я тоже не знала на тот момент. И не было, ну, недоверия, соответственно, ничего. То есть это для меня был посторонний, абсолютно человек. И я думала, вот надо же, так врет. Ну, не бывает так. И зачастую у многих ведь такое мнение у людей. А потом я ушла с негативным впечатлением с первой презентации. Я не помню какой-то, наверное, может быть, это судьба или шанс какой-то получилось так, что я попала на вторую презентацию спустя где-то, ну, около двух месяцев прошло. Я послушала и думаю, ну, более так уже вникла во всё это и думаю, ну, наверное, что-то рациональное зерно в этом какое-то есть. Я взяла полный пакет документов, как юристом начала всё читать, изучать. И в бизнес я пришла где-то месяца через 3-4. То есть вот этот период был, о котором я, наверное, тоже жалею, да, упущенное время, так скажем. Потом я пришла ведь как клиент. Ещё месяца через 3-4 я только стала сотрудником, когда уже всё разобралась. Посетила не один семинар, съездила, посмотрела на людей, как работают, побывала на вашей презентации в Чите, в Монблане. Вы тогда выступали, это был 15-й год, конец 15-го года. И только потом я приняла решение. И вы знаете, у меня была такая дилемма. Сначала я сомневалась в компании очень сильно, потому что, ну, я не сетевик, я вообще не понимала, как этот бизнес работает и что вообще с ним делать, да. А потом у меня была дилемма, смогу ли я заниматься этим бизнесом, потому что я в новом городе, у меня нет знакомых, мне кому нести этот продукт. Вот такие были мысли различные. Потом я просто решила попробовать и как-то вот так вот всё. И попробовала удачно. Галина, а что, по твоему мнению, привело тебя к такому успеху? Ну, конечно, я считаю, что успех для каждого человека всё равно это, наверное, в характере, да, какие-то черты, это терпение, это упорство. Без этого, ну, никак. Да это не только в сетевом бизнесе, это в любом, наверное, бизнесе. Это важные вещи, которыми должен обладать лидер. Без этого ты просто не сможешь. А вообще всё ли сразу так хорошо получилось? Вы знаете, это вообще отдельная история. Я очень долго шла к своему первому результату, потому что знакомых не было. То есть я для себя приняла решение работать с незнакомыми людьми на холодном рынке, да, как говорят. То есть это какие-то объявления, ещё что-то. Поэтому я вот как сейчас помню, это вообще, наверное, какая-то история легендарная. Мы отработали, наверное, ну, с руководителем, с моим отработали порядка 400 человек по холодному рынку, абсолютно незнакомых. Это, ну, и опыта у нас такого не было. То есть наши презентации были, как сейчас я уже смотрю, ну, просто абсурдными. Что мы там несли, это одному Богу известно. И результат был ноль. И люди просто вот вставали, мы им рассказываем, 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 они встают и уходят, опять встают и уходят. И вот такой был момент какой-то, я думала, уже, может быть, бизнес не для меня, или, может быть, это вообще не моё, может быть, я не тем занимаюсь, да, чем мне нужно. Всякое было. И были моменты, когда я уходила из бизнеса. А потом как-то, ну, вы знаете, я, наверное, тут характер сыграла. Я такой человек, что стала… Уже я подумывала о том, чтобы это не моё, всё бросить и уйти. Но сыграл такой момент затраченное усилие. То есть уже очень много сил вложено на старт. Я понимала, что, ну, как бы вода камень точит, да, что рано или поздно это всё равно сработает. И вот этот момент, наверное, был такой важный. Я уже думаю, ну, нет, я уже отсюда не уйду, потому что время, уже 3-4 месяца, 5 где-то мы отработали, столько людей. И пошёл вот этот рынок, он такое прям ощущалось, он как бы качнулся, да. То есть пошла обратная связь, люди стали перезванивать. И вот, знаете, уже прошло… Зимой будет 2 года, как я в компании. Практически все люди, которые более-менее интересовались, да, они все пришли. Они все остались, и они все со мной работают. То есть это просто немножко такой был долгий старт, но зато опыт колоссальный. Скажи, а теперь не жалеешь о том, что связала свою жизнь с карьерой в сетевой компании? Нет, однозначно нет. И более того, я сейчас чётко понимаю для себя, что только сетевой бизнес. Другую деятельность я даже не рассматриваю, потому что оно это несравнимое преимущество со всем. Да и с традиционным бизнесом, я уверена, хотя как такового бизнеса я как бы никогда не занималась. Но точно нет. Только сетевой бизнес, потому что, ну, преимущества, по-моему, очевидные. Это просто надо попробовать человеку, чтобы понять, насколько это круто. Я мама, у меня маленький ребёнок, ему 6 лет. И как любая мама, это хочется всё время проводить с ребёнком. Там вот буквально на днях у нас был детский утренник в садике. И вы знаете, я стараюсь, ну, я многое, куда мы ходим, и там, и театр, и всем занимаемся. И это действительно очень много времени отнимает. И для ребёнка важно, чтобы родители всегда были на утренниках, на каких-то мероприятиях. И как вот посмотреть, если, ну, посещаемость, да, родители, это процентов 10-15 всегда приходят на детские утренники. Другие родители не могут себе этого позволить, потому что работают, не отпускают, ещё что-то. И, по сути-то, работают за копеечную зарплату. 20, 30, там, 50 тысяч рублей. И всё время почему-то, я не знаю, меня вот эта мысль, мне душу греет, да, когда ты смотришь на ребёнка, в любое время я могу приехать с ним где-то поприсутствовать, поддержать его. И для него это важно. Он привык, что мама всегда рядом, я могу в любой момент его куда-то свозить, ещё что-то. Это, наверное, для меня это самое ценное. Это время, время, которое ты можешь посвятить и семье, и близким, и друзьям, и куда-то съездить, отдохнуть, это самое ценное. Ну и деньги, конечно, несравнимые. За полтора-два года работы в компании, я считаю, что, ну, конечно, хотелось бы больше, нам всё мало, да, и мало, но всё равно доход приличный, и есть куда расти ещё, самое главное. На сегодняшний день мой ежемесячный доход составляет порядка 6-7 тысяч евро. Но главное, наверное, не это, да, потому что, как бы ни росли наши доходы, всё равно расходы тоже растут. Вот, главное, наверное, перспектива, то есть я понимаю, что здесь мой доход увеличивается каждый месяц, он растёт, 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 потому что, ну, и мы растём, да, и доходы наши растут. В традиционной, ну, компании, да, когда я работала риэлтором, там всё стабильно, то есть есть сделки, есть зарплаты, нет сделок, простите, нет зарплаты. Где-то ты заболел, там что-то ещё на месяц, и, соответственно, ты ничего не получаешь. А здесь у тебя работает, ну, и ты, и команда, люди работают, и это радует. Конечно, я понимаю, что доходы мои будут только увеличиваться, только расти, и это тоже очень приятно. Галина, спасибо тебе за прекрасное интервью. Я желаю тебе, чтобы твоя семья была всегда в достатке, чтобы благополучие и мир был в твоей семье, и желаю, чтобы в ближайшем обозримом будущем ты реализовала все свои самые-самые яркие мечты. Спасибо, Роман Викторович. Спасибо. Спасибо.